Вы слушаете чтение Библии. 15 июля. Третья книга царств. Десятая и одиннадцатая главы. Глава десятая. Царица Савская, услышав о славе Соломонова имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее. И не было ничего незнакомого царю, чего бы он ни изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпьев его, и всесожжение его, которое он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю, «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла и не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженные люди твои и блаженные эти слуги твои, которые всегда предстоят перед тобой и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь, Бог твой, который благоволел посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду. И подарила она царю сто двадцать талантов золота и великое множество благовоний и драгоценной камни. И никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль Хирама, который привозил золото из Офира, привез из Офира великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева перила для храма Господнего и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее. Вес золота, которое прибывало к Соломону каждый год, составлял шестьсот шестьдесят шесть талантов золота. Сверх того, что получаемо было от разносчиков товара, и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников. И сделал царь Соломон двести больших щитов из кованого золота, по шестьсот сиклей пошло на каждый щит, и триста меньших щитов из кованого золота, по три мины золота пошло на каждый щит. И поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом. К престолу было шесть ступеней. Верх престола сзади был круглый, и были с обеих сторон у места сидения локотники, и два льва стояли у локотников. И еще двенадцать львов стояли там на шести ступенях по обе стороны. Подобного этому не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро во дни Соломона считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарсистский корабль с кораблем Хирамовым. В три года раз приходил фарсистский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов каждый год. И набрал Соломон колесницы всадников. У него было тысяча четыреста колесниц и двенадцать тысяч всадников. И разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простым камням, а кедры по их множеству сделал равноценными сикаморам, растущим на низких местах. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их в Куве за деньги. Колесница из Египта получаема и доставляема была за шестьсот сиклей серебра, а конь за сто пятьдесят. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям Хеттским и царям Арамейским. Глава одиннадцатая И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараона. Моавитянок, Амонитянок, Идумеек, Сидонянок, Хитиянок из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, «Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью. И было у него семьсот жен и триста наложниц. И развратили жены его сердце его. В старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астартия, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Амонитской. И сделал Соломон неугодное перед очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости Моавицкой, на горе, которая перед Иерусалимом, и Малоху, мерзости Амонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кодили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему, и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь Бог. И сказал Господь Соломону за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета Моего и уставов Моих, которые я заповедал тебе. Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему, но в дни твои я не сделаю этого ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего и ради Иерусалима, который я избрал. И воздвиг Господь противника на Соломона, Адерра, Идумея, из царского Идумейского рода. Когда Давид был в Идумее, и военачальник Иоав пришел для погребения убитых и избил весь мужской пол в Идумее, ибо шесть месяцев прожил там Иоав, и все израильтяне, доколе не истребили всего мужского пола в Идумее, тогда этот Адер убежал в Египет, и с ним несколько Идумеев, служивших при отце его. Адерр был тогда малым ребенком. Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран и взяли с собой людей из Фарана, и пришли в Египет к фараону царю египетскому. Адерр вошел к фараону, и он дал ему дом, и назначил ему содержание, и дал ему землю. Адерр снискал у фараона большую милость, так что он дал ему в жены сестру своей жены, сестру царицы Тахпенесы. И родила ему сестра Тахпенесы, сына Генувата. Тахпенеса воспитывала его в доме фараона. И жил Генуват в доме фараона вместе с сыновьями фараона. Когда Адерр услышал, что Давид почил с отцами своими, что военачальник Иоав умер, то сказал фараону, «Отпусти меня, я пойду в свою землю». И сказал ему фараон, «Разве ты нуждаешься в чем у меня, что хочешь идти в свою землю?» Он отвечал, «Нет, но отпусти меня». И возвратился Адерр в землю свою. И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Розона, сына Илиады, который убежал от государя своего Адраазара, царя Сувского, и, собрав около себя людей, сделался начальником шайки после того, как Давид разбил Адраазара. И пошли они в Дамаск, и водворились там, и владычествовали в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломона. Кроме зла, причиненного Адером, он всегда вредил Израилю и сделался царем Сирии. И Иераваам, сын Навата, Ефремлянин из Цареды, имя матери его, вдовы Церуа, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельство, по которому он поднял руку на царя. Соломон строил милло, чинил повреждения в городе Давида, отца своего. Иераваам был человеком мужественным. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифа. В то время случилось Иеравааму выйти из Иерусалима. И встретил его на дороге пророк Ахия, селомлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на двенадцать частей, и сказал Иеравааму, «Возьми себе десять частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев, вот я исторгаю царство из руки Соломона и даю тебе десять колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых». Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому и Хамосу, богу Моавицкому и мелхому богу Амонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное предачами моими и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его. «Я не беру всего царства из руки его, но я оставлю его владыкой на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои, но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него десять колен, а сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем, и если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими и делать угодное предачами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобой и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля, и смирю я род Давидов за это, но не на все дни. Соломон же хотел умертвить Иераваама, но Иераваам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломона. Прочие события Соломоновы и все, что он делал, и мудрость его, описаны в книге дел Соломоновых. Времени царства не Соломона в Иерусалиме над всем Израилем было сорок лет. И почил Соломон с отцами своими, и погребен был в городе Давида отца своего, и воцарился вместо него сын его Раваам. Редактор субтитров А.Семкин